Добрый вечер! В прямом эфире ток-шоу «Давайте обсудим» и в студии с вами Гульнар Умарова. Добрый вечер! Антон Ростштейн, заместитель директора рекламной кампании. И у нас с нами на прямой связи еще один гость – это Светлана Равилевна Хисамединова, эксперт Палаты предпринимателей «Атамикен». Здравствуйте, добро пожаловать. Первый вопрос давайте зададим нашему эксперту с Палаты «Атамикен». Здравствуйте, давайте. Добрый вечер, Светлана Равилевна. Добрый вечер. Как можно ждать? Светлана Равилевна, так как вы на прямой связи, у меня будет к вам немного вопросов. И первый вопрос такой к вам. Вы проводили встречу с предпринимателями, разъясняли им как-то, как они вообще реагируют на эти изменения? Болел бы неделю, болел, вообще кошмар. Да, да. Я стал температуре 33. Мне стало, чтобы в понедельник уехать, но уехал в четверг. Какие вообще встречи рабочие вы проводили с бизнесом? Нет, это ли рода в Европе тоже. Либо там грязь, я не знаю, грязь, я тоже нет. Да, да, расскажите, какую встречу с кем вы проводили по поводу разъяснения о законной рекламе? Плохо слышно вас, к сожалению. Можете погромче? Да, да, Светлана Равилевна, пропадаете. Ну ладно, давайте соединимся попозже. Видимо, связь плохая, но пока продолжим с нашими гостями в студии. Но знаете, прежде чем углубиться в нашу тему такую сложную и ответственную, можно сказать, давайте посмотрим сюжет, а потом продолжим наше обсуждение и, возможно, Светлана Равилевна тоже присоединится. Мы не против. Практически нет такого магазина или ресторана в городе, который имеет только вывеску с названием. Многие вешают и клеят красочные плакаты на фасады с изображением продукции или словом «скидки», чтобы обратить внимание жителей и привлечь клиентов. Если ранее это было разрешено, плату за это не взимали, то теперь придется раскошелиться. В новой редакции закона четко прописано, что относится к рекламе, а что нет. К примеру, внутреннее оформление витрин и окон не является рекламой. Вывески и информация о режиме работы тоже. А вот еда на картинках и фотографиях уже будет считаться рекламой. Также предприниматели теперь обязаны уведомлять местные исполнительные органы не менее чем за пять дней о том, что хотят разместить рекламу. Если отказ не пришел, то картинку на витрину повесить можно. При этом перечисление услуг на витрине в текстовом формате также приравнивается к рекламе. И, соответственно, за это нужно заплатить. Также внесены изменения, что обязательно должно быть распространение рекламы на двух языках. То есть, если есть русский язык, то должен быть казахский язык, если есть казахский язык, то должен быть русский язык. По поводу налогового кодекса внесли изменения по размещению также бегущей строки. То есть, бегущая строка подлежит налогообложению. Реклама на LED-экранах и билбордах также подлежит налогообложению. Так было и раньше, но до сегодняшнего дня рекламодатели оплачивали налог со всей конструкции, а теперь придется оплачивать каждую картинку, которая появляется на динамичных билбордах. То же самое касается дисплеев. Если на нем показывают 10 картинок или роликов, платить нужно будет за каждый. В палате предпринимателей уже проводят встречи и разъясняют, как теперь придется работать бизнесменом. Тем, кто зарабатывает на рекламе, отныне придется непросто. С такими жесткими требованиями рекламный бизнес вообще может исчезнуть и вновь возродиться. Но только уже не на улицах городов, а в социальных сетях. Естественно, рекламный бизнес сейчас сдуется. У нас будут потери клиента, будет отток. В нашем городе, где и так бизнес, скажем так, не очень. Кстати, за нарушение закона в административном кодексе предусмотрен штраф. Если реклама будет недостоверной, неэтичной и скрытой, сумма штрафа составит до 1 миллиона тенге. Ну вот общая картина, я думаю, понятна вам и телезрителям тоже. Вот Айман, расскажите о ставках налогообложения. Насколько она изменилась? Изменилась ли вообще? Сколько теперь придется платить? Действительно, с 11 апреля, как вы уже сказали, законом Республики Казахстан были внесены изменения в некоторые законодательные акты по вопросам рекламы. В том числе и закон о рекламе, и налоговый кодекс. И если касаться налогового кодекса, то с 11 апреля 2019 года теперь плата за размещение наружной визуальной рекламы будет взиматься не только в населенных пунктах, но и вне населенных пунктов. Также было внесено уточнение, что теперь размещение рекламы носит уведомительный характер. Раньше было разрешение, сейчас уведомление. И в случае, если такое уведомление не направляется в местные исполнительные органы, то основанием для взыскания и внесения в бюджет суммы платы будет являться фактическое размещение рекламы. Также в налоговый кодекс, в таблицу ставок платы за наружную рекламу, визуальную рекламу, были внесены дополненные две строки. Это 8 и 9, где за наружную рекламу распространяем посредством видеоизображения. Ставка платы в составе, если реклама до 20 квадратных метров, это 7 МРП в городах областного значения, в районных значениях это 3 МРП. Если реклама видеоизображения будет свыше 20 квадратных метров, то уже будет 12 МРП в городах областного значения и 8 МРП в городах районного значения. Понятно. Вот, Антон, вы услышали цифры, которые озвучил Департамент госдоходов. Я знаю, что вы сделали свои подсчеты, насколько увеличится. Эти цифры мы уже давно знаем, с того момента, как вышел только закон. Безусловно, это касается нашего бизнеса, тех рекламных компаний, которые имеют конструкции различные рекламные, как статичные, так и динамичные в виде LED-мониторов или скроллеров. Да, это скроллер, это такая же, как билборд или ситиборд, но имеющие ролики и возможность, так сказать, ротировать картинки. То есть показывать там от 6 до 8 изображений, а не как совсем статичная конструкция, где только одно изображение можно разместить. Вот. Таких компаний не так уж и много, в принципе, у нас в Уральске где-то в пределах, может быть, 6-8, ну, таких вот серьезных более-менее. Но дело в том, что и в других городах есть подобного рода компании, и, безусловно, этот закон, он касается нашего бизнеса. То есть, если, скажем, этот закон коснулся и прочий малый и средний бизнес, ну, работающий в других сферах, скажем, там, в торговле, в услугах и так далее, то они имеют возможность, ну, допустим, снять с фасада тот плакат, который там размещался с информацией, да, и, как бы, все. Они от этого особо не пострадают, поскольку их бизнес также будет работать, приносить им возможность, там, платить зарплаты, доход какой-то и так далее. Вот. То для нас это, ну, скажем так, очень существенные изменения, поскольку это наш хлеб. То есть в этом и заключается наша работа и возможность работы в этой сфере. Поэтому ставки эти, естественно, мы, так сказать, сразу интересовались всеми этими вопросами. В большинстве своем ставки платы не изменились. То есть, единственное, да, вот, как сказал сейчас представитель ДГД, внесены были две новые позиции. То есть оплата налога по LED-мониторам, то есть визуальная реклама транслируем посредством видеоизображения, да, и плата за наружно-визуальную рекламу транслируем посредством бегущей строки. То есть ранее бегущие строки, вот за последнее время их очень большое количество появилось, да, то есть рекламодатели, вернее, предприниматели считают интересным и нужным разместить на фасаде своего магазина, свои торговые точки, там, да, к предприятию, то есть бегущую строку и, соответственно, для того, чтобы пешеходы, автотранспорт, то есть вот, чтобы все это видно было, какие услуги они оказывают, там, какие скидки и прочее, прочее. То есть ранее бегущие строки не облагались этой платой, грубо говоря, будем говорить налог, потому что так проще говорить, хотя звучит, да, это правильно, это плата за наружную визуальную рекламу, но будем называть ее налогом. Вот, по сути, слова-синонимы. То сейчас за каждую бегущую строку нужно будет заплатить, если мне память не изменяет согласно ставок, в городах областного значения, потому что разница еще идет от городов, от районов, либо от столиц. По-моему, два МРП за каждую бегущую строку, независимо от того, какого она там размера или сколько информации на ней размещается. Основные изменения, касающиеся нас и, скажем так, вызывающие большую сложность для нас, мне так кажется, немножко недоработанные изменения, если честно, это примечание, которым дополнена вот эта таблица ставок. Дело в том, что, согласно таблице ставок, облагается этим налогом, этой платой, сторона наружной визуальной рекламы, назовем это так. Измеряется она, то есть имеет площадь, исходя из площади, измеряется в квадратных метрах, то есть там все так прописано. В примечании сказано, что стороной наружной визуальной рекламы, я сейчас по памяти, может, где-то немножко ошибусь, следует считать сторону каждого изображения, в том числе и видеоизображения, размещаемого на объектах наружной визуальной рекламы. То есть, скажем так, сейчас местные исполнительные органы, ну, скажем, у нас это архитектура, да, отдел архитектуры городского акимата, да, в принципе, и не только наши местные исполнительные органы, поскольку я поддерживаю связь и с различными другими рекламными агентствами других городов, регионов, столицы, Нур-Султан, Алматы, вот, везде практически местные исполнительные органы, согласно этому примечанию, считают, что теперь данной платой должно облагаться именно изображение, то есть картинка, размещаемая на объектах. А как на самом деле-то? Ранее облагалась именно вот сторона объекта, то есть, скажем, вот стоит билборд, у него есть две стороны, на каждую сторону мы в начале года делали разрешение, которое действовало на год, да, подавали запрос на разрешение, выносили плату за первый месяц размещения рекламы, и все, и далее оплачивали ежемесячно до 25-го числа месяца следующего за отчетом. А теперь каждая картинка, согласно этому, должна облагаться. Ну, вроде как сказано, что сторона каждого изображения, вот тут все понятно. Еще надо сказать, что тексты тоже, да, тексты, которые вот считаются... Да, да, нет, тексты, которые считаются рекламой, не вывеска, но... А, ну, вы сейчас говорите о фасадах зданий, а я сейчас говорю о непосредственно конструкциях. Конструкция, да, это отдельно. Нет, я могу отойти и от этой темы, то есть, если касательно фасадов зданий, ну, здесь немножко все-таки не мне бы давать разъяснение, здесь нужен представитель местного исполнительного органа, да, отдел архитектуры, поскольку они являются уполномоченным органом в вопросах рекламы, да, в нашем городе. Поэтому, ну, то, что, по крайней мере, я немного... Ну, как бы уяснил из закона, сейчас я вот скажу как бы немного свое мнение, то да, налогом теперь этой платой будет облагаться любой плакат, любое изображение, размещаемое на фасадах. Очень много есть магазинов различных, там, парикмахерских, там, турагентства и прочее, прочее, которые на своих фасадах... Да, сколько у нас гипермаркетов, супермаркетов, да, то есть, которые размещают на своих фасадах зданий, то есть, фасад своих зданий, рекламную информацию. В принципе, рекламную информацию о товарах, либо там, услугах, которые они тут же реализуют, в принципе, в этом же магазине, на этом же предприятии. Но, тем не менее, если раньше плата за это не взималась, то теперь будет, исходя из ставок, исходя из площади плаката, измеряемых квадратных метров. Да, вот именно, вот, как говорится, за рисунок размером до двух квадратных метров нужно платить от двух до четырех мрп. Если свыше 70 квадратных метров, то нужно платить 200 мрп. Это посильная сумма, как вы считаете? Нет, ну, конечно, это очень огромные суммы, очень большие. Если честно, немного есть такое мнение, что откуда вообще вот эти ставки были взяты? То есть, ну, каким образом? Видите ли, скажем, в столице, да, там, в городах республиканского значения, там, безусловно, то есть, даже аренда того же, там, билборда, она может измеряться, там, сотнями тысяч тенге, да? Вот, а, скажем, в регионах, то есть, стоимость аренды стороны одной рекламной конструкции, ну, там, 35-40 тысяч тенге. Поэтому, конечно, то есть, такие налоги. Но, опять же, это все уже зависит от того, выгодно это предпринимателю или не выгодно. Ну, если ему это не выгодно, ну, тогда просто следует демонтировать эту рекламу и как бы все, и просто реализовывать свои товары, свои услуги, то есть, без информации, размещенной на фасаде здания. Понятно. Но вот ваш коллега по цеху, вот, в нашем сюжете сказал, что рекламный бизнес потерпит убыток. Безусловно. Что это отрицательно скажется. И вы правы, вот, в столице, во-первых, население больше, там больше рекламный рынок, там другие цены немножко разнятся с регионами. В регионах другая картина. А сумма штрафов, как говорится, для всех единая. Как вы считаете, нужно ли изменить? Я знаю, что вы и к бизнесам, бутсмена, обращались с этой просьбой. С просьбой немножко привести, образно говоря, закон в порядок. Была какая-то реакция или нет? Ну, скажем так, мы обращались, но, опять же, немножко мы обращались в плане своей сферы. То есть, как я уже сказал, именно касательно рекламных конструкций, в том числе и LED-мониторов. Рекламный транслируем посредством видеоизображений, потому что вот эти вот новшества больше нас затронули. Вот, по этим вопросам мы писали письма, я сейчас, говоря слово «мы», говорю не только о себе, я говорю о, как я уже сказал, предпринимателе из других регионов нашей страны. Вот, писали письма в Можилис, в Нуратан, писали письма в Министерство национальной экономики. Я сейчас точно не помню, возможно, даже и президенту писали. Вот, поскольку, как я уже сказал, основная проблема, которая коснулась, это то, что сейчас плата будет взиматься не со стороны объекта, а за каждую картинку транслируемую. То есть, скажем так, вот стоит тот же скроллер, позволяющий транслировать там до 6-8 изображений. Если ранее он, ну, я сейчас утрированной цифрой говорю, облагался, допустим, 10 МРП налогом, да, то теперь, соответственно, надо будет там 60 МРП, 70 МРП. А ведь такая конструкция, она более инновационная и более дорогая. То есть, предприниматели, рекламное агентство, они вкладывали свои средства, в том числе и видеоэкраны, мониторы. Они вообще стоят там миллионы тенге, 6-8-10 миллионов. Да, мы инвестируем средства в более продвинутые технологические рекламные объекты, ну, по сути, следуя посланиям президента, следуя первого президента, следуя политике государства в плане общей цифровизации страны, да, то есть развитие технологий и так далее. И мы инвестируем в более дорогие объекты, и размещение нескольких изображений, облагаемых одной и той же ставкой, что статичные объекты ранее, да, что такие инновационные, более динамичные объекты, а это являлось, в принципе, для нас неким драйвером таким, инвестировать, инвестиционным драйвером. А сейчас получается, то есть, единственная ситуация будет, если вместо 10 МРП я сейчас должен был платить 70-80 МРП, сам я не могу потянуть это, поскольку в регионах, как я уже сказал, очень низкая стоимость размещения рекламы, и количество рекламодателей, в принципе, варьируется, ну, максимум до 10 предпринимателей в месяц. Соответственно, мне либо закрываться, а рекламодатели также не смогут потянуть, я не могу им сказать, вы ранее платили там 27 тысяч тенге, теперь вы должны будете платить 50. Понятно, ну, стоит ли вам закрываться, мы еще, думаю, обсудим. Ну, это понятно. Давайте подсудим. Подведем итоги. Я извиняюсь. Подключим наших телезрителей к этому, потому что мы работаем в прямом эфире, и не будем об этом забывать. Возможно, кто-то захочет присоединиться, потому что телефон прямого эфира 26 90 77. Мы приглашаем наших телезрителей высказать свои вопросы и пожелания нашим гостям. Вот вы в начале беседы затронули, да, я не стала вас останавливать, касательно отдела архитектуры. Вот почему мы сегодня сидим вдвоем, давайте скажем телезрителям, вы вдвоем, я одна. На самом деле, я сейчас перечислю, кого мы приглашали к нашей беседе сегодня. Это городской акимат, отдел архитектуры, предприниматели, палата Атамикен, национальная, республиканская палата Атамикен, депутаты Мажелиса, кого я еще забыла, местные исполнительные органы. В общем, мы подключали огромное количество народу. Но высказаться, я не знаю, то ли боятся высказать, то ли не хотят, либо их это не волнует. Но приглашали мы к нашему диалогу, скажем прямо, и телезрителям, тоже очень много народу, который имеет прямое отношение, а приходится нам втроем, как говорится, выяснять то, что могли бы сказать и дополнить вас другие. Разрешите, да? Да, конечно. Тут ситуация, возможно, связана с тем, местные исполнительные органы, но в принципе, они просто исполнительные органы, они должны исполнять положение высшего закона. Но дело в том, что к данному закону, хотя он уже и вступил в силу, но тем не менее, к нему идет подзаконный акт. Это правило о размещении наружной визуальной рекламы, которые пока еще до сих пор не приняты. Поэтому, может быть, местному исполнительному органу пока действительно нечего сказать, потому что он сам не может трактовать положение закона, да, какие-то, поскольку не имеет на это, в общем-то, права. А когда выйдут правила, они вот-вот должны уже вступить в силу, в том числе и, скажем, тот же уведомительный характер. К этим же правилам, приложениям идет форма уведомления, на основе которой этой формы, то есть предприниматели должны подавать информацию у полномоченных органов. Поэтому, может быть, исходя из этого только лишь. Скажем так, не совсем их вина. Получается, мы ждем, что спустят сверху, то и мы и будем есть, грубо говоря. Айман, вот скажите, вы немного заскучали, вот ставки налога, да, что-то это дает дополнительно в казну? Вы не делали какие-то подсчеты? Дополнительные средства, вот те же штрафы, налоги новые? Либо это ничего особо не дает казне? Ну, плата за размещение рекламы, наружной, визуальной, она поступает в местный бюджет. Соответственно, вот за 2018 год, если привести статистику, то в прошлом году, за 2018 год, у нас поступило 54 миллиона тенге. Соответственно, вот с данными изменениями, которые вступили в силу с 11 апреля, мы рассчитываем, что поступлений, естественно, будет больше. И местный бюджет, вы знаете, что он идет на местную, как бы, ну, расходы, да, местный бюджет, это расходуется на территории нашей области, то есть, соответственно, те же дороги, что-то еще, да, мы можем за счет этих средств, как бы, поднять и улучшить наш регион. Это местный бюджет. Плата сюда поступает у нас. Да, действительно, это понятно, конечно, что в казну поступление увеличится, налоги это необходимо, потому что на них наши школы, заводы возводятся, и больницы тоже. Это хорошо, конечно, с одной стороны. Но не должно быть смертельно для предпринимателей. Да, потому что для предпринимателей, которых призвано защищать тоже, и развивать, получается, лишний оброк, говорят старым языком. Антон, вот как вы считаете, может тогда уйти, сейчас цифровые технологии развиваются онлайн, больше рекламы в интернет давать, нежели вывески? Безусловно. Здесь мы однозначно будем нести потери. Действительно, рекламодатели, многие из них, ну, не менее 30% от существующих, они выберут, скажем, менее затратные способы рекламы, там, как вы уже сказали, да, это соцсети, интернет, то есть и так далее. Вот, поскольку, если следовать сейчас букве закона, ну, опять же, я говорю, пока это еще не совсем точно, возможно, будут изменения в правилах, которые будут приняты, да, но если сейчас следовать букве закона, то, скажем так, рекламодатель, который на конструкции рекламной размещает рекламу и меняет изображение в течение месяца, там, два-три раза, а таковые есть, они это делают в силу просто специфики своего бизнеса, краткосрочные акции, там, приход нового товара и так далее, он вынужден будет оплачивать данный налог, данную плату вносить два-три раза в течение месяца. То есть, в общем-то, эта плата, она ранее оплачивалась один раз в месяц, и все, то есть, за месяц. И неважно, сколько раз ты поменял изображение на конструкции. А теперь, поскольку этот налог привязали непосредственно к изображению, то при подаче уведомления вы должны приложить и документ об оплате налога за первый месяц. Если вы меняете изображение в середине месяца, независимо от того, что вы уже уплатили за этот месяц, подавая изображение, вы опять должны приложить документ, а следующий оплатит налога за этот же месяц снова. поскольку не предусмотрена, как сказать, градация. То есть, налога облагается месяц рекламный. Вот вы правильно, грамотно говорите, да? Но у нас, к сожалению, две минуты осталось. Я думаю, это только начало, мы к этому вернемся. А вот начинающим предпринимателям что вы посоветуете? Не только как предприниматель, участник рынка, но и как специалист, который многие годы именно в рекламе участвует. Что делать начинающим предпринимателям? Увешивать вот эти стенды и баннеры, либо нет? Ну, здесь все зависит от специфики бизнеса. Кому-то это вообще не нужно, то есть достаточно, скажем так, завести аккаунт в Инстаграм. Ну, здесь надо смотреть конкретно по бизнесу. Вот. А так, в общем-то, каждый предприниматель должен сам для себя решить. Если ему это выгодно, и он готов нести эти расходы, тогда да. Понятно. Айман, ну вы, конечно же, специалист большой, но у меня вопрос вам как к гражданину, как к горожанину. Конечно, вы правы, да, вот и эстетическая сторона, вот как говорили разработчики того же закона, тоже должна быть, потому что городские фасады, у нас город старинный, красивый, тоже иногда портят неграмотные и содержанием, и неграмотными картинками. Как вы считаете, должно ли быть меньше рекламы на улице, невзирая на то, что вы налоговый орган? Ну, как гражданин, конечно, я тоже проявляю социальную ответственность, и я считаю, что архитектурный облик нашего города тоже должен соответствовать, да, многие рекламодатели, вернее, рекламы распространены, бывает, что какие-то, по просьбе видать тех же заказчиков, какие-то несуразные бывает иногда вешают рекламу, да, но в целом, я думаю, это как раз таки приведет к тому, что немножко стандартизируется, немножко вид какой-то примет, более, Будем надеяться, что город станет краше, и предприниматели тоже не будут в убытке. Спасибо за то, что приняли участие в нашей программе, к сожалению, время эфира ограничено. Я напоминаю о том, что мы сегодня говорили об изменениях закон о рекламе, что несет предпринимателям это, как я уже сказала, только начало. К этому обсуждению мы еще вернемся и остановимся сейчас на самом интересном. Это было Ток-шоу, давайте обсудим. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok